До завершения отопительного сезона остается месяц небольшим. Коммунальщики готовятся начать ремонтные работы. Впрочем, в отдельных случаях ремонтом дело не ограничится. Необходима реконструкция. Какие задачи ставит перед собой новое руководство Шумерли? Об этом в нашем выпуске. В течение многих лет Шумерли – отрицательный пример для коммунальщиков всей республики. Смотрите, так работать нельзя. Хотя большинство жителей исправно платят по счетам управляющих компаний, качество услуг все ниже и ниже, а долги все больше и больше. Несколько целевых траншей из бюджета республики, поступившие на покрытие затрат коммунальщиков, положение не исправили. Новые власти Шумерли решили взяться за дело комплексно. Ряд вопросов у нас уже снят из повестки дня. Однако существуют такие моменты, которые позволяют приглашать специалистов из республики по системе ЖКХ. И мы ключевые моменты уже обозначим в рамках реализации и устранения причин и условий в апреле месяце с ведущими специалистами в сфере ЖКХ республики. Конкретно мы намерены провести работы. Это отключать систему отопления, приводить их в соответствие ГОСТа. И таким образом мы планируем еще в апреле-май начать строительство трех блочно-модульных котельных с отводом сетей. И в проекте на сентябрь-октябрь еще шесть модульных котельных. Чтобы позволило существенно изменить всю систему ЖКХ и подход к этой работе согласно новым инновационным вещам, которые у нас на сегодняшний день требуют со стороны главы республики и всего правительства по поддержанию всей системы жилищно-коммунального хозяйства в нашем городе. А вот чем в Шумерле могут гордиться, обеспеченность местами в детских садах детей от полутора лет выросла до 93%. С введением в строй детсада Рябинушка, который на днях получил лицензию после реконструкции, проблема потеряла свою остроту. В очереди остались 311 маленьких шумерлинцев, но получение путевок для них вопрос времени. Места освободятся летом, когда подготовишки пойдут в школу.